Уважаемые коллеги, в сложившейся ситуации неожиданного и быстрого перехода в абсолютно новый для нас формат полностью дистанционного обучения, я хотела бы поделиться с вами своим опытом использования курсов МОК в учебных дисциплинах. Основной средой взаимодействия со студентами сейчас для нас является Moodle, хотя мы можем использовать и другие удобные средства связи и передачи информации, такие как контакт, скайп, мейл и так далее. Не так давно совместно с нашим институтом дистанционного образования ТГУ мы записали мой курс по статистике в формате МОК для платформ Курсера и национальной платформы открытое образование. Аналогичный курс есть в нашей системе Moodle. Изначально этот курс планировался для студентов гуманитарных направлений, но наполнение получилось такое, что предложенные методы могут применяться и в других областях. Сейчас этот МОК очень помогает мне при проведении занятий в дистанционной форме для разных направлений подготовки. У студентов в системе Moodle имеются аналоги всех их учебных дисциплин. Вот, например, курс статистика для факультета психологии. В этих курсах преподаватель может выкладывать необходимые методические материалы, такие как презентации, записи лекции, тестовые задания, а также отслеживать успеваемость. Зайдя на страницу соответствующего курса, мы видим стандартный блок с объявлениями, информация о промежуточной итоговой аттестации по курсу, а далее идет основное наполнение. Например, мой МОК статистика для гуманитариев полностью соответствует дисциплине статистика, которую я веду на факультете психологии. Поэтому я не стала дублировать наполнение курса, а просто перенаправляю студентов на этот МОК по ссылкам в системе Moodle, либо также, возможно, на других платформах. Если студенту подходит формат самостоятельного изучения курса на платформе, он может пройти его и потом подтвердить прохождение данного курса. В этом случае я могу перезачесть ему экзамен или зачет в зависимости от программы по данной дисциплине. Но большинство студентов предпочитают работать в сопровождении преподавателя. С ними мы продолжаем работу в Moodle или ВКонтакте, где я последовательно даю им рекомендации о том, какие именно материалы необходимо изучить, а также провожу онлайн-консультации в форме вебинаров, где мы разбираем вопросы, которые остались непонятны. Количество вот этих комбинаций определяется следующей формулой. Помимо курса статистика, которая по своему содержанию полностью соответствует данному МОК, у меня есть курсы, связанные со статистической обработкой данных. Например, курс эконометрики, где часть видеоматериалов из МОК также могла бы быть полезной. Для этих дисциплин основное взаимодействие ведется через курс Moodle. Здесь я выкладываю основные материалы с теорией, практикой в виде презентаций, видеоуроков, записей вебинаров. Но в качестве дополнительных материалов я добавляю ссылки на отдельные видеоуроки МОК. Например, при обработке данных в эконометрическом исследовании студентам может понадобиться работа в пакете R, которая изучается в отдельном модуле в моем курсе на платформе Coursera. Если у вас нет своего МОК, вы можете использовать в качестве дополнительных материалов к своим курсам материалы курсов других преподавателей на различных платформах, такие как Coursera, Stepik, Открытое образование, Lektorium и другие. Например, если мы зайдем на платформу Coursera, по ключевому слову статистика можно найти много различных курсов разной сложности в этой области. Если у вас большой фундаментальный курс и вы считаете, что полный перевод всех материалов формат МОК затруднителен, вы можете добавить в свой курс ссылки на отдельные лекции из различных курсов, например, с примерами и приложениями, которые могли бы быть полезны для вашей дисциплины. Мне кажется, дистанционный формат позволяет довольно гибко настраивать содержание курсов и использовать по максимуму возможности различных платформ. Эффективной вам работы и будьте здоровы!